На выборах в Госдуму по результатам обработки 90% протоколов Единая Россия получает 54,21% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии России. На втором месте идет КПРФ, у нее 13,53%, на третьем ЛДПР – 13,28%. Также 5-процентный барьер преодолела «Справедливая Россия» – 6,19%. Другие партии не смогли преодолеть проходной барьер. После подведения предварительных итогов глава государства Владимир Путин призвал Единую Россию оправдать доверие граждан, сотрудничая с другими фракциями и искать решения, которые будут приниматься всем обществом. А также заявил, что выборы показали растущую политическую зрелость россиян. В Денинском округе после обработки 100% протоколов на выборах депутата Госдумы по одномандатному округу номер 221 победил единоросс Сергей Коткин. Согласно информации «Газвыборы», его поддержали 5 862 избирателя из 12 940 человек, пришедших на участки. На втором месте Александр Саблин, КПРФ, 3491 голос. Далее идут Андрей Смученков, ЛДПР, 1436 голосов. Виктор Шустров, «Справедливая Россия», 1045. Наталья Солуянова, «Партия Родина», 452 голоса. Алексей Лебедев, «Коммунистическая партия коммунисты России», 212 голосов. Напомню, победу в одномандатном округе номер 221 одержал Сергей Коткин. Для меня это очень серьезная ответственность. Проехал я от Усть-Кары до Шойны. И действительно, очень много вопросов, очень много проблем, причем проблем глубинных, которые нам нужно всем решать, не только партия Единая Россия, нам нужно решать всем политическим партиям. И безусловно, мы в этом отношении должны быть все вместе. У нас впереди предстоит большая работа на самом деле. В едином округе в НАО по результатам обработки 100% бюллетеней победила Единая Россия – 41,11% голосов. На втором месте идет ЛДПР – 21,8%. На третьем КПРФ – 18,45% голосов. «Справедливая Россия» набирает в НАО 4,41%. «Коммунисты России» – 2,87%. «Российская партия пенсионеров за справедливость» – 2,24%. «Родина» – 2,22%. «Яблоко» – 1,23%. «Зеленая» – 1,08%. «Партия роста» – 1,2%. Результат остальных четырех партий ниже 1%. В выборах по партийным спискам, по предварительным данным, приняло участие 44,77% избирателей НАО. В одномандатном округе – 36,3%. По информации избирательной комиссии Неницкого округа, единый день голосования прошел без нарушений жалоб, в спокойной обстановке. Это отметили и участники думских выборов. Мне удалось побывать практически на всех избирательных участках города. Не только города, еще и в Красном успел съездить. Мне кажется, что выборы сегодня проходили нормально, в спокойной обстановке. Деловой. Везде хорошее настроение было. Единственное, что я хотел бы отметить, на мой взгляд, не знаю, как итоги окончательные данные по явке, но мне кажется, явка могла бы быть и выше. Все кандидаты вели себя достойно, уважительно друг к другу, уважительно к кандидатам-одномандатникам, уважительно к политическим партиям. Я думаю, что вот как раз день голосования – это пример того, как нужно проводить выборы вот такого уровня. Все прошло прекрасно. Я думаю, эти выборы показали неоднозначную ситуацию. Все-таки явку хотелось бы больше, потому что явка, я так понимаю, что по прошлому выбору примерно такая же. Наработать над явкой в первую очередь – это основное, особенно для оппозиционных партий, это очень важно. Ровную спокойную обстановку в единый день голосования отметил и глава региона Игорь Кошин. По словам губернатора, это говорит о политической зрелости общества жителей Неницкого округа. Первое, что мне хочется отметить, что жители Неницкого округа выбрали стабильность. Это важно. Второе, пока с уверенностью побеждает кандидат, выдвинутый большинством, выдвинутый партией «Единая Россия», прошедший процедуру всенародного предварительного голосования. Вы знаете, в мае месяце партия «Единая Россия» проводила полномасштабное предварительное голосование. И участвовали в том числе и нечлены партии. И очень важно, что победитель «Праймерис» сегодня побеждает в гонке за место в Государственной Думе от Неницкого автономного округа. Это второй положительный результат. И третье, безусловно, по каким-то направлениям мы будем корректировать свою политику. Это важно, потому что вся работа должна строиться непосредственно на воле изъявлений наших граждан, жителей Неницкого автономного округа. По предварительным итогам голосования стоит сделать вывод, что по ряду направлений нам необходимо сделать определенные корректировки. И чувствуется запрос на новые лица в политике, в управлении Неницкого автономного округа. Отвечая на вопрос о явке, которая по предварительным данным составила в НАУ чуть менее 45%, ниже, чем на последних думских выборах, Игорь Кошин назвал такой показатель достойным, отметив, что люди меньше интересуются политикой в обществе, которое живет спокойнее и стабильнее. Продолжение следует...